Арктический туризм Арктический туризм становится все более благоприятным для путешественников со всего мира, и Россия развивает это уникальное, ранее практически недоступное туристическое направление. Об этом рассказали в Ростуризме. Круизы в Арктику становятся все популярнее. В Федеральном агентстве по туризму отмечают ежегодную тенденцию к увеличению количества заявок и приходов судов с туристическими целями по Северному морскому пути. Такое же положение дел, в свою очередь, заставляет задуматься о системном туристическом развитии Арктической зоны. Рейсы выполняются из Мурманска через Спицберген или через землю Франца Иосифа с заходом на Новую Землю, осмотром птичьих базаров и наблюдением за арктическими животными на скале Рубин и в бухте Тихая, на островах Чампа, Рудольфа. Наибольшую тягу к арктическим турам проявляют граждане Германии и США. Например, в прошлом году в круизной программе принимал участие атомный ледокол «50 лет победы». В Росатоме оператор программы тогда сообщили, что время в пути до полюса составило 99 часов. Во время круиза довольно быстро была найдена льдина, пригодная для традиционной высадки и проведения всех мероприятий. По пути в Мурманск туристы посетили острова Архипелага земля Франца Иосифа. Несмотря на высокую стоимость экспедиционных круизов, такие путешествия пользуются огромным спросом, и места на них заказывают за год и даже раньше. Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников – от 50 до 110 человек на одном судне. Для этих проектов используются суда ледового класса или ледоколы, способные посещать районы, недоступные для обычных круизных теплоходов. Разработку пилотного проекта пассажирских перевозок по маршруту Архипелаг Шпицберген – Архипелаг земля Франца Иосифа начали в 2013 году. Результатом этой работы стали четыре круиза, которые иностранные туристы совершили на судах «Сиспирит» и «Бремен». В прошлом году Архипелаг земля Франца Иосифа посетили рекордное число туристов – 1225 человек из 41 страны. Рост по сравнению с 2014 годом составил 78%. В северной столице появится новый музей, посвященный полярной тематике. Выставочный комплекс разместится на Васильевском острове. Инвестор уже подал документы на участок площадью около двух гектаров. Первым музеем в Петербурге, который рассказывал об истории Северного полиса, стал музей Арктики и Антарктики, расположенный в центре города на улице Марата. Его основали в 1930 году. Однако два пространства будут соперничать между собой в поисках гостей. Если экспозиции музея Арктики и Антарктики посвящены прежде всего природе Северного края и его освоению, то будущий выставочный комплекс на Васильевском подробнее представит техническое и технологическое освещение данного вопроса, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Точную дату открытия нового музея пока не анонсировали. Отметим, в феврале 2016 года стало известно, что музей Арктики и Антарктики не будет переезжать из здания на улице Марата и не перейдет в управление Министерством культуры. Напомню, в 2014 году Росимущество обязало музей освободить здание бывшего Никольского храма. Тогда руководство выставочного комплекса предполагало, что музей может переехать на Новоадмиралтейский остров или на набережную Смоленки. В Швеции пройдет шестой всероссийский конгресс оленеводов. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации оленеводов мира Михаил Погодаев. Последний конгресс оленеводов состоялся в Китае в местности Аолугуя, где живут эвенки-оленеводы. Следующий конгресс состоится в следующем году в августе в Швеции в городе Йокмок, сказал он. По его словам, одной из главных проблем современного оленеводства является потеря пастбищ. Это земляные вопросы, связанные с активным промышленным освоением природных ресурсов в Арктике. «Мы, оленеводы, в какой-то степени, может, были не готовы к таким масштабным переменам, которые сегодня проходят в Арктике», — добавил Михаил Погодаев. Он отметил, что некоторые народы теряют оленеводство как исконный промысел. В частности, из-за глобализации молодежь не хочет заниматься оленеводством. По его словам, сохранение таежного оленеводства — одна из самых важных задач деятельности Ассоциации. По мнению Погодаева, работа на платформе Арктического Совета является важной частью по сохранению оленеводов мира и предложил расширить полномочия — ввести Ассоциацию в качестве полноценного участника Арктического Совета, — передает ТАСС. Отметим, Ассоциация оленеводов мира существует 26 лет и объединяет оленеводческие народы из 10 стран. Организация занимается развитием коммерческих, культурных и профессиональных связей между народами и распространением информации о коренных народах. Первый конгресс оленеводов мира состоялся в 1997 году в городе Надыме, в Ямало-Ненецком автономном округе. Галерея классической фотографии, Товарищество фотографов-передвижников и Институт океанологии Шершова представляют первую выставку об арктическом архипелаге «Новая земля» от ледника Розе до залива Амбросимова. Выставка посвящена уникальной природе архипелага «Новая земля». На ней представлены фотографии, сделанные руководителем морских экспедиций Михаилом Флинтом, фотографами Ярославом Амелиным и Владимиром Анопко. На научно-исследовательском судне Института океанологии РАН академик Мстислав Келдыш авторы прошли вдоль восточного берега «Новой земли» и побывали в местах, недоступных для человека. На сделанных ими фотографиях зритель увидит эту далекую северную землю, именно такой, какой она предстала перед глазами первооткрывателей более 500 лет назад. Особое внимание авторы уделили передаче настроения в пейзаже, используя приглушенные краски, так характерные для этих мест в пасмурную погоду. Противовес популярным для работ современных фотографов чрезмерно насыщенными цветами и неестественному контрасту. Именно творческое переосмысление «Новой земли» через пейзаж является основной целью этой выставки, рассказывает Ярослав Амелин. «Новая земля» является северным продолжением Уральского хребта в море. Это один из красивейших архипелагов Российской Арктики, отделяющих Баренцево море от Арктических морей Сибири. Сотрудники Национального парка приняли участие в международном семинаре. Мероприятие проводится ежегодно для объединения исследователей, участвующих в заполнении летописей природы особо охраняемых природных территорий России с целью выхода на международный уровень сотрудничества. В этом году в семинаре «Летопись природы Евразии» крупномасштабный «Анализ изменяющихся экосистем» приняли участие 64 специалиста из России, Финляндии и Киргизии. В рамках проекта совместными усилиями планируется проводить анализ не только фенологических материалов, но и всех мониторинговых данных, касающихся функционирования биоты как охраняемых, так и используемых в рекреационных целях человеком экосистем. Базы данных различных особо охраняемых природных территорий, отличающихся по виду и структуре полей, чаще всего не позволяют получить общую картину. «Сейчас общими усилиями мы приводим имеющиеся массивы данных в рабочий вид. Надеемся, что результатом работы будет общая база данных, которая может использовать для выявления тенденций изменения параметров окружающей среды, применительно не только для территории России», — рассказал руководитель проекта профессор Отсо Аваскаянен. Семинар сопровождался докладами российских исследователей о фенологии живых организмов и выявлении связи между фонологическими явлениями и климатическими параметрами. Кроме совещаний и презентаций, участникам семинара удалось познакомиться и с заповедной природой Прибайкалье, пройтись большой байкальской тропой по отвесным склонам юго-западного побережья озера, насладиться живописными пейзажами гор и водных просторов с палубы прогулочного судна. Напомним, конференция проходила с 10 по 14 октября 2016 года университетом Хельсинки в Финляндии и ФГБУ «Заповедная Прибайкалье» в поселке Листвянка на юго-западном побережье озера Байкал. Информацию об Арктике и туризме смотрите на сайте trksever.ru в разделе «Арктика».